Слава царства, мы жили за Богу! Первоклассники слова гимна выучить еще не успели, пока стараются только подпевать. Вскоре текст они обязательно запомнят, ведь теперь каждая учебная неделя школьников начинается с исполнения гимна России и разговоров о важном. Сегодня это тема 165 лет со дня рождения Циолковского. Потом дети идут в спортивный зал и в торжественной обстановке происходит мероприятие под названием «Поднятие флага и исполнение гимна Российской Федерации». Темы для занятия прописаны в методических рекомендациях. Выдающиеся люди страны, их достижения и все то, чем стоит гордиться каждому. Детям нравится, дети активно работают. Тем более, что эти уроки – это не просто какая-то монологическая речь учителя, это не лекция. А уроки проходят в формате дискуссии, используются интерактивные игры. Мы учим также детей развитию коммуникации. Поэтому я считаю, что все на пользу. Очень хорошее новшество. Старшеклассники к разговорам о важном относятся со всей серьезностью. Говорят, что даже не хватает отведенного времени. Честно говоря, хотелось бы больше, потому что я, например, как старшеклассница, учусь и в шестую, и в шестой день, то есть в субботу. И как раз таки было бы приятно, если бы и в субботу ввели такой урок, чтобы мы ознакомились с этими темами подробнее. На мой взгляд, такие разговоры важны, потому что они воспитывают не только в детях, но и уже в практически сформировавшихся личностях и во взрослых. Любовь к своей родине, любовь к себе. Они помогают не стесняться того, кто ты есть, а также развивают в общем плане и помогают стать людям эрудированными и интересными личностями. Для участия в главном событии понедельника в центр зала приглашаются особенно отличившиеся ученики. Победители конкурсов, Олимпиад, активисты. Для меня большая честь участвовать в церемонии поднятия флага, потому что не каждому ученику дается такая возможность. Шанс получить эту возможность есть у всех.